МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски! Жалобы на отопление и сельское хозяйство. Главное с оперативки Радия Хабирова. В рейтинге регионов по доходам населения Башкирия заняла 49-е место. В Башкирии проведут инвентаризацию бомбоубежищ. Собирали по крупицам. В Благовещенске восстанавливают храм Кирилла и Мефодия. 21 октября. Оперативное совещание с Радием Хабировым началось с обсуждения прошедшего на прошлой неделе форума «Россия – спортивная держава» и приезда Владимира Путина в столицу Башкирии. По словам главы республики, все прошло отлично. Башкирия на достойном уровне приняла гостей. Я хотел вновь всех поблагодарить. И очень большая нагрузка на силовиков, на МВД, и Роспотребнадзор на всех. Поэтому я вообще, откровенно говоря, не помню, чтобы вот такое большое событие, столько гостей, такое представительство, не помню. Поэтому, конечно, для нас это было определенное испытание. Слава Богу, как говорится, все хорошо, что хорошо прошло. Дальше обсудили прошедший день республики и открытие колоннады на набережной. Ради Хабиров также попросил начинать светомузыкальное представление в одно определенное время. Потому что гости и жители Уфы не успевают насладиться шоу. Следующая тема оказалась совершенно не праздничная. За прошедшие две недели было зафиксировано больше трех тысяч инцидентов с отопления. 65% жалоб на подачу тепла поступило от уфимцев. Да и сам Ради Хабиров пожаловался на холод. История повторилась. Я так понимаю, достаточно много было жалоб жителей на отопление, отключение по Уфе было. В целом, я говорю, работа опять так на троечку сделана, потому что там достаточно много было. И люди справедливо обижались, холодно было. Ну, кстати, с Андреем Ивановичем тоже померзли и там в дворце горьбы холодно было. Следующая волнующая чиновников тема снова косвенно связана с приездом Владимира Путина. Состояние сельского хозяйства в Башкирии. Вы видели, президент спрашивал, что у вас с сельским хозяйством? Да, 3,2 в этом году, 2,2 миллиона потребностей. Почти миллион тонн на продаже у нас. Я сказал, что у нас очень хорошо со свеклой, так ведь и получается и мастичное. Мы ожидаем более 2,5 миллионов тонн. Наши заводы мы вовремя модернизировали. Объем очень большой сегодня. Ну и, конечно, мастичное достаточно тоже большой объем. Сегодня уборка идет. Надеюсь, что мы все переработаем и обеспечим. Также Ради Хабира высказал недовольство скоростью строительства некоторых объектов. По его словам, дворец борьбы и центр фехтования были построены в рекордные сроки. Даже несмотря на свой масштаб. А вот небольшой сельский бассейн уже строится в разы дольше. И потому призвал чиновников скорее решать эту ситуацию. Сейчас разбор полетов не буду устраивать, но я тогда уже, в общем-то, негодование свое высказал. Какая просьба? Либо суббота, либо край, следующий понедельник. Зайдите ко мне и доложите, как вы это видите. Если опять в долгую хотите рисовать, нет. Давайте поищем в ней бюджет, в конце концов, если он небольшой. Но это надо взять и тянуть, а не так, чтобы там объявили, никто не вышел, в результате опять все это улетело назад и так далее. Вчера вечером 20 сентября в одном из телеграм-каналов появилась информация об угрозах теракта в Уфимском лицее номер 107. А на нем указал и дату предполагаемого преступления – 21 октября. Сообщение рассылал неизвестный представившийся учащимся учебного заведения. Так утром у школы собрались силовики. Чуть позже было выяснено, что был взломан личный аккаунт обучающегося. Правительство Башкирии утвердило постановление об организации инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории республики. Вся работа по инвентаризации, включая анализ ее итогов, должна быть проведена до 28 декабря 2024 года. Работы пройдут в 53 районах и в 8 городах республики. Проверить должны убежища, укрытия, в том числе противорадиационные. Основными задачами этой работы названы выявления фактического наличия таких объектов, оценка их технических характеристик, а также готовность к использованию. На основе анализа объектов определяют обеспеченность населения средствами коллективной защиты. В рейтинге регионов по доходам населения Башкирия заняла 49 место. По данным РИА, рейтинг средние доходы населения во втором квартале 2024 года в республике составили чуть более 42 тысяч рублей. Реальные денежные доходы жителей республики за год выросли на 7,5%. Татарстан тем временем занял 10 место. В прошлом году Башкирия была на 48 месте, а среднедушевые доходы населения составляли 36 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с соотношением доходов и стоимости набора товаров и услуг 6 баллов. В Башкирии этот показатель чуть превышает 2. За ним следуют Ненецкие и Чукотские автономные округи. В первую десятку также попали Москва, Магаданская область, Сахалин. Последнее место среди регионов заняла Инкушетия, где соотношение доходов и стоимости набора составляет 1,19 балла. В Курултай-Башкирии пока не будут обсуждать налог на бездетность. По словам председателя Госсобрания Курултая-Башкирии Константина Толкачева, у башкирских парламентариев эта тема пока не стоит в повестке. Но, по его мнению, эта мера может подтолкнуть граждан на более активное деторождение. Но пока вместо налога на бездетность он предложил обратить внимание на альтернативные варианты финансового стимулирования рождаемости. Например, изменение налогового вычета в зависимости от количества детей в семье. 15 декабря начнет курсировать поезд Уфа-Москва-Уфа. Маршрут под номером 49-50 будет немного отличаться от того, который ходил раньше под номером 39-40. Но зато охватит большее количество городов, в том числе Саранск, Ульяновск и Рязань. При этом вместе с количеством остановок на 4 часа увеличивается и время в пути. Поезд будет отправляться из Уфы в 9 утра и только в 11 утра следующего дня прибудет на Казанский вокзал в Москве. Так, стоимость билетов на этот поезд варьируется от 3 тысяч за плацкарт и до 5 тысяч за купе. Для сравнения, в эту же дату долететь на самолете из Уфы в Москву можно минимум за 5 тысяч, потратив на путь всего 2,5 часа. При этом рейс прибывает во Внуково, а значит доехать до центра Москвы на метро вы сможете чуть больше, чем за 50 рублей. В Благовещенске восстанавливают храм святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. На прошлой неделе уже установили купол и крест, а перед этим митрополит Никон, глава уфимской епархии, осветил их. Религии всегда учили любви ко всем людям, в первую очередь к Богу, это и в православии, и в исламе, а через любовь к Богу, любовь к людям. Совестливость, взаимопомощь, взаимоуважение. Вот в чем главная особенность учения наших религий. Поэтому и стараемся восстанавливать, и строить и храмы, и мечети, для того, чтобы в первую очередь молодое поколение приучить к тому, о чем я только что сейчас говорил. В 2021 году администрация Благовещенского района передала здание храма Башкортостанской метрополии. После чего силами епархии, меценатов и прихожан начались работы по восстановлению церкви Кирилла и Мефодия. Но перед тем, как приступить к реконструкции, была проделана большая работа. Мы поднимали документы, чертежей уже не осталось. И те документы, которые хранились на заводе, в 1960 году случается большой пожар, и архивная часть выгорает почти полностью. И та малая часть, по крупицам мы собирали, проводили даже такой сбор, клич по населению, по нашему городу. И старожилы приносили фотографии, как эта церковь выглядела. И вот на основании вот этих фотографий создаётся внешний вид этой церкви. Каменный храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия был открыт при Благовещенской учительской семинарии в 1897 году. Через 32 года церковь закрыли по распоряжению Башкирского центрального исполнительного комитета. Вот она стоит в закрытом состоянии. В 1930 году вывозят всю церковную утварь, все иконы, переводятся в Уфу. И в 1931 году принимается решение о сносе этой церкви. Церковь была снесена, и остался только фундамент от этой церкви. И на её месте, на этом фундаменте, строят уже общежитие для семинаристов. Со временем здание вернули в церковное пользование. В 2022 году здесь прошло первое богослужение. Вы верите, даже люди, даже люди, они по первому звонку собираются, потому что реализовать свои духовные потребности сейчас в каждой душе, в каждом человеке – это необходимость. Это очень важно. Когда начались строительные работы, при вскрытии полов обнаружили иконостас и вход в келью. Её с созданием семинарий связывает подземный переход. Мы надеемся, когда-то этот подземный переход всё-таки откроют и будет этот переход. Ну а сегодня мы присутствуем на таком торжественном событии, как освящение купола и креста, который будет установлен на здание уже церкви, которая будет восстановлена Кириллом и Мефодием. Для жителей Благовещенска восстановление храма – это особое событие, отмечает Алексей Бураков. В городе проводят различные фестивали, приуроченные к различным православным праздникам. Да и само название Благовещенска говорит о многом. Зарождался город Благовещенск. Почему он такое название имеет? Потому что на территории завода Елизавета Васильевна Дашкова пристраивала, а Хлебникова Ирина Яковлевна распорядилась построить белокаменную церковь на территории завода, на то время Медиплавильного завода. И вот в 1735 году церковь была построена, и церковь получает престол Благовещения Пресвятой Богородицы. И с тех времен уже рабочий поселок при Медиплавильном заводе носит название Благовещенский поселок. Как отмечает глава Благовещенского района Анна Карабанова, восстановление храма Кирилла и Мефодия является важнейшим историческим событием для города. Храм – это символ истории нашего района и духовного наследия. Важно еще то, что храм, где мы сейчас находимся, это благоустроенная улица Советская, которая сейчас имеет свое продолжение, и вокруг мы обустраиваем много и создаем много других объектов. Это и физкультурно-оздоровительный комплекс, и придомовые территории в рамках республиканского проекта Башкирские дворики у нас получают свое благоустройство. В этом году мы выиграли конкурс, по итогам которого на следующий год будет продолжение улицы Советской. Как раз мы все вот эти элементы, которые создаются вокруг, они будут в едином пространстве. Как изначально выглядел храм, можно посмотреть только на сохранившихся фотографиях. Их не так много, но планируют восстановить церковь в том же облике. Сотни километров по Земле в космос на МКС и обратно. Такой путь успел проделать Фиджитал-трофей. Это главная награда в мире Фиджитал-спорта, объединяющего соревнования в физическом и цифровом измерении. Соединения на стыке, так сказать, нашей реальности. Будущее поколение больше уже увлечены электронными вещами, геймингом. Фиджитал-концепция разработана и создана для того, чтобы помочь им и быть физически тоже развитым. Команда спортивная, садиться, допустим, играть в хоккей за компы. Они там поиграли определенное время. Потом из-за компов встают и идут дальше на, соответственно, лед уже доигрывать матчи уже с тем счетом, на котором они остановились. И вот разные виды спорта завязаны с компьютерными играми. Это вот Фиджитал-направление, которое сейчас очень популярно. Началу игр предшествует новое путешествие. Автопробег «Трофи Диджитал Тур», маршрут которого проходит по странам, входящим во всемирное Фиджитал-движение. А сопровождают его российские и зарубежные амбассадоры Тура, а также фиджитал-атлеты. Старт из Уфы в дни проведения форума «Россия – спортивная держава» начался с другого путешествия за столиками предприятия «Вкусная и точка». Здесь, 18 октября, спортсмены и блогеры приняли участие в биг-хит-шоу, научившись собирать самый популярный бургер-сети, ингредиенты для которого доставляются со всей России. Это уникальная география, это 20 регионов нашей страны. Вы видели их сегодня все на карте. Все ингредиенты, которые находились сегодня на нашем столе, они полностью изготовлены на территории Российской Федерации. Ребята все молодцы, все были вовлечены. Я уверена, что многие для себя открыли что-то новое, узнали что-то новое о наших стандартах, узнали что-то новое о наших поставщиках. Они всегда будут помнить, когда будут приходить наши предприятия. Это очень необычный опыт. Я не знала, что во «Вкусная и точка» есть такие интересные мероприятия. Мы очень остались довольны, в восторге. Было прям реально интересно и необычно. Сегодняшний вечер очень круто, мне очень понравилось. Были бургеры, мне понравилось, я поперекусил, приятно. Прикольная обстановка, много детишек обожают детей. Вот поэтому так очень дружелюбно и атмосферно, я бы сказал. Подкрепившись, каждый из участников стал предвкушать, каким станет путешествие Фиджитал Трофея. Тревел-блогер Валерия Подковырова, известная как Тревел Лерка, отправляется в путь ради порции новых ощущений. А стример Антину подправиться в путешествие длиною в месяц решился спонтанно. Вместе с амбассадорами проекта Трофи Диджитал Тур главный Фиджитал Трофей побывает в восьми странах. Ее путешественник, мне интересно открывать новые страны, получать новые эмоции, знакомиться с новыми людьми, с новыми друзьями. И плюс сам по себе проект, он очень интересный, он необычный. Он сейчас очень популярный, очень современный, и поэтому это очень круто быть участником такого проекта. По секрету сказать, далее подумать два часа. Я такой два часа, ну, еду. Я про себя подумал, ну, если не сейчас, то когда? Я готов. И, соответственно, я, и теперь я здесь. Экспедиционные темы для меня в новинку. Сейчас я во все это вольюсь, первый день буквально. И дальше я уже как карту начну смотреть, там что-то там промечать, какие-то маршруты. А пока у нас планы на весь день расписаны. Самакан, Бухара, Ташкент, Ашхабад. Ну, когда тебе выпадет такая возможность попутешествовать по таким странам, по всем странам нашего мира. И попутешествовать что-то так, чтобы все посмотреть. Ну, это же просто супер. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!